Всем привет, народ! Сегодня покажу вам такую вот топ-жир-железку. Давненько вам не показывал всяческих топ-жир-железок. Сегодня покажу вам такой вот аппарат. Это аппарат для лазерной чистки металла от ржавчины, окалины, краски, ну и прочих загрязнений. Также он позволяет производить лазерную сварку с подачи присадки, без подачи присадки. То есть проволоку подает как полуавтомат. И также позволяет производить ручную лазерную резку. Так вот это дело выглядит. Фирма Актек. Называется он вот так. АККУАШ 1000. Причем я не только покажу вам как он работает, но еще и заглянем, что в него внутри. Такой вот здоровый ящик. Достаточно тяжелый, 250 килограмм весит. Так вот выглядит сзади. Он жужжит. Я уже чили включил, чтобы он потихоньку на режим выходил. Давайте включим. Такая вот здесь панелька. Что-то не фокусируется. Вот я сейчас вам покажу. Давайте откроем, глянем из чего он состоит. Сверху это лазерный источник мощностью 1 киловатт. В нашем случае фирмы JPT. Бывают еще другие. Это лазер инфракрасный 1064 нанометра. Длина волны у него инфракрасный лазер мощностью 1 киловатт. И жидкостной чиллер для его охлаждения, собственно говоря. То есть это не просто водоблок такой с радиатором и с вентиляторами. Здесь компрессор, то есть фреоновый контур, как в кондиционере. И охлаждает он антифриз. А антифриз уже подается в лазерный источник. Ну и также охлаждает пистолет, охлаждает вот этот разъем QBH. Сейчас мы это все рассмотрим. Так вот это дело выглядит. Здесь автоматик шнайдеровский. Такой вот, кстати, шильдик. Вот, сделан он в 2022 году, 06-09, совсем недавно. В общем, народ, такой вот девайс. Сейчас я вам поподробнее расскажу про пистолет, про сам. Давайте еще поближе покажу чиллер. Если интересно, чиллер, здесь вот есть QR-код. И QR-код ведет на даташит к нему. Называется он вот так. RMFL1500. Свой температурный контроллер, причем он может как охлаждать, так и нагревать. То есть лазерный источник не включится, если температура меньше плюс 21 градуса, либо больше плюс 26 градусов. То есть эта штука поддерживает температуру 25 градусов. Горловина для заливки антифриза. Мерное стеклышко показывает уровень. Ну и температурный регулятор. Краник для слива антифриза. Так, ну и собственно вот так выглядит сам вот этот излучающий пистолет. Здесь вот подходит вот этот оптический разъем. Называется он QBH. Он вставляется вот сюда, фиксируется. Он охлаждаемый жидкостью и сам пистолет охлаждаемый жидкостью. Здесь на пистолете такой вот дисплей. И в режиме сварки, когда аппарат в режиме сварки, здесь можно менять мощность лазера, скорость подачи проволоки, режим работы импульсный либо непрерывный. А импульсный для прихваток, например. Ну и всякое такое. Если аппарат находится в режиме чистки, то здесь просто написано «Cleaning». Ну и собственно все работает. Кстати, дисплей здесь по ходу SSD 1306. У Лето обычный маленький дисплейчик китайский. Из чего состоит пистолет? То есть здесь подключен вот этот оптический разъем. И здесь внутри несколько линз. На выходе линзы фокусирующие. Они бывают разные. Для чистки одно фокусное расстояние. В данном случае у нас 600 миллиметров. Вот написано. Для режима сварки эта линза меняется. Здесь вот откручиваются два винта. Вытаскивается вот этот вот такой алюминиевый модуль. И меняется на другой с фокусным расстоянием 150 миллиметров уже для ручной сварки. И также здесь на выходе защитное кварцевое стекло. Я сейчас вынимать его не буду, потому что, ну, чтобы никакая ни пылинка не попала, ничего. Я вам покажу отдельно. У нас уже одно прогорело стекло. Я вам покажу. Его уже можно трогать руками. Оно все равно уже запорото. Вот здесь. Это вот узел, то есть обслуживаемый. Это можно менять. Эти линзы недорогие. Они есть на Алиэкспрессе. Защитные стекла тоже есть на Алиэкспрессе. То есть это без проблем можно покупать. И никаких проблем с этим не будет. Это единственный расходный материал, который во всем этом аппарате есть. И то, если обращаться очень аккуратно, то есть не допускать попадания пыли туда, то с защитной линзой, а уж тем более с фокусирующими, ничего произойти не должно. Также здесь вот на самом этом пистолете очень удобно написаны все параметры всех линз, которые здесь используются. И, то есть, подобрать их будет без проблем. В этой вот части находится привод оптического зеркала. То есть там такой обтюратор стоит, который качает зеркало и разворачивает луч в прямую линию. То есть в режиме сварки или в режиме резки, например, он светит точкой. А в режиме чистки он разворачивает, быстро зеркало здесь колеблется, и он разворачивает луч в такой, в растровую такую полосу. Ну и опять же в режиме сварки это тоже можно чуть-чуть настроить, чтобы он прогревал не одну точку, а какую-то вот область, например, 2-3 миллиметра. Этот узел необслуживаемый. Сюда мы лазить, конечно же, не будем, потому что это жопа, насколько все дорого. Также здесь есть вот такой вот крокодильчик. Достаточно странное, конечно, и сомнительное решение всего этого дела. Для чего он нужен? Для того, чтобы, например, когда у вас аппарат в режиме сварки, вы крокодил подключили к детали, а пистолет со сварочным наконечником, там ставится такой вот наконечник, мы сейчас его потом попозже поставим, что-нибудь поварим, чтобы когда вы не касаетесь детали, излучение у вас не включилось. Ну, для безопасности. Но когда у тебя аппарат в режиме чистки, то есть тебе надо это как-то вот так пристегивать, это такое себе решение. Я, конечно, наверное, потом сделаю вот сюда, вот здесь есть такое удобное место, сделаю какую-нибудь еще предохранительную клавишу на всякий случай. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну, и воронение тоже удаляется без проблем. И смотрю вот сейчас поближе вот эту ручку. С мощностью, конечно, я здесь борщинул. То есть, если здесь мы чистили, у нас ширина луча была 70 миллиметров, здесь я сделал 20, соответственно, на единицу площади мощность намного возросла. С вашими детальками, которые вы к нам привезете в чистку, мы, конечно, будем поаккуратнее, чем я вот с этой ручкой. Чуть-чуть вот у нее верхушка поплавилась. Надо мощность было убавить. Ну, это просто эксперимент. Здесь чистит нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас подключим газ и попробуем варить. Так как у нас заряжена проволока нержавеющая, будем пробовать варить нержавеющую. Приварим сейчас кусочек вот этой трубочки, вот к той трубочке, которая лежит на полу. Сразу скажу, сварщик из меня так себе. Может быть, с первого раза ничего не получится. И плюс эта нержавеющая проволока, она вот так вот вихляет на выходе почему-то. Хотя вроде насадки, вроде все такие, не всегда на нее нормально лучше попадает. Ну, постараюсь. Сначала сейчас упрям, сделаем переварки. Это могу. Ну, вот так, чуть-чуть переварки получилась. Давай. Народ, вот такой вот получается сварочный шов. Как по мне, очень даже достойный. Ну, для третьего в жизни раза сварки этим аппаратом, по-моему, вполне неплохо получилось. Так. Фокусируйся, зараза. Здесь-то у меня проволока вильнула, прилипла. В общем, почему-то жесткая эта проволока, и она вот так виляет на выходе. Надо будет что-то с этим сделать. Вот так вот вполне неплохой такой шовчик. У нас есть такая вот жертвенная железка, к которой мы уже пробовали варить всякое. Вот такие вот швы получаются. Здесь, опять же, и эта нержавейка уже приварена. Давайте попробуем приварить ее с другой стороны. Посмотрим, что из этого получится. Ну, и вот такой сварной шов получается не ржавейка к ржавейке. По-моему, тоже вполне неплохо. Так, перекинул я сопло, поставил для наконечник для резки. фокусируйся. Такой вот наконечник. Ну, обычно же, когда говорят лазерная резка, все представляют ЧПУ раскроечный стол лазерный, да? Ну, а здесь просто такой вот ручной отрезатель. Просто, когда надо отхреначить какую-нибудь железку, давайте попробуем. Сейчас отрежем вот ту трубочку. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok